210 тысяч человек в год такой турпоток просчитывают для Белокурихи Горной к 2030 году. 53 гектара ее территории превратят в бальнеологический, то есть с применением минеральных вод и грязей, курорт. Это будет первый в современной России подобный курорт, возводимый с нуля. И привлечет он отдыхающих радоновой водой, которую используют в оздоровительных и профилактических целях. Сегодня предварительно проработано, где, на каких месторождениях можно взять эту воду, сколько примерно будет стоить радонопровод. И идет работа над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование и выходить на конкретное проектирование и строительство такого объекта. На доразведку Искровского месторождения оформление добычи воды уйдет около трех лет, рассчитывают власти. Однако окончательное понимание проекта и сроки его реализации федеральные власти обещали озвучить в апреле. Вопросы будущего курорта правительство края обсудило совместно с представителями корпорации «Туризм РФ», где и разрабатывают план территории. Известно, что 53 гектара разделят на шесть объектов. Это будет семейно-оздоровительный центр, два парк-отеля и апарт-отель, санаторно-курортный комплекс, гостиницы с фондом 1200 номеров. Но эксперты отмечают, пока это только схемы. Принципиально мы, конечно же, уже сейчас понимаем, что нам не хватает открытой воды, где у нас активное солнце летом, у нас люди любят купаться, загорать, нам нужны бассейны. Ну и, соответственно, зимой мы понимаем, что у нас должен быть по возможности полностью закрытый тепловой контур, чтобы люди после процедур, после радоновой воды, после ванн не ходили с мокрой головой. Солевая аудитория и туристический поток мы планируем привлечь в основном аудиторию из Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа. Белокуриха Горная станет крупным проектом по импортозамещению. По отзывам корпорации Туризм РФ, бизнес уже проявляет интерес к огромному лакомому куску в сердце Алтая. К реальным действиям инвесторы смогут приступить уже скоро. В ближайшие дни федеральные гости отправятся на разведку, чтобы подготовить для бизнеса конкретные предложения. Конкретные инвестиционные лоты, конкретные инвесторы, конкретная финансовая модель по каждому участку земли, который у нас будет. И после этого мы приступаем к реализации. Сейчас начинается второй этап подготовки плана туристической территории. Специалисты будут разрабатывать объекты инфраструктуры, бренд нового курорта, завершат эту работу в сентябре. Эксперты подчеркивают, в нынешней Белокурихе все желающие отдохнуть уже не помещаются. И планируют, что первые туристы заядут в Белокуриху горную в 2027 году. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.